Когда пандемия проходит по-домашнему сытно и вкусно, встает вопрос тела поправимого. Россияне стали чаще покупать препараты для похудения. Спрос на них вырос на 17% в сравнении с предыдущим годом. Такие данные приведены в исследовании представителей аптечных сетей. В первую очередь спрос коснулся препаратов для борьбы с ожирением. Официально зарегистрированы три фармпрепарата, которые действуют как раз при заболевании, при ожирении. У них различные действующие вещества и разные действия они оказывают. То есть есть препараты, которые выводят жир, не дают ему всасываться. И есть препараты, которые блокируют центр голода. Все остальные препараты и БАДы используются для похудения смежным образом. Выводят жидкость или пищу из организма. В эту категорию попадают и пищевые добавки, разбухающие в желудке. Спрос отразился на всей ценовой политике. В среднем по региону эксперты отмечают рост цен на 8%. Примерно 3 миллиарда рублей потратили россияне в этом году на приобретение таких продуктов. Если посмотреть по Самарской области, то примерно это около 50 миллионов за первые полугодия 2021 года. Выросли и цены на данные продукты. В среднем на сегодняшний день одна упаковка лекарственного препарата, рецептурного или безрецептурного отпуска, составляет около 2,5 тысяч рублей. Удалось сохранить достаточно бюджетный ценник фиточиям для коррекции фигуры. Их стоимость варьируется в пределах 300 рублей. Несмотря на это, эксперты рекомендуют не перебарщивать с употреблением любых препаратов для похудения. Если нужно скинуть 5-10 килограмм, это можно сделать коррекцией питания и физической нагрузкой. А если речь идет о 50-100 килограммах, то нужно решать вопрос не только с массой тела, но и с сопутствующими хроническими заболеваниями. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков. События.